Ментальные арифметики теперь будут обучать центральной детской библиотеке в Ликино-Дулеве. На этой неделе для всех желающих проводились открытые занятия. Что же такое ментальный счет и почему он подойдет как детям, так и взрослым? Об этом в нашем следующем сюжете. Для того, чтобы нам показать один, нам нужно одну земную косточку подвинуть в перекладинке. Все вычисления происходят с помощью таких счет, которые называются абакус. Первые несколько месяцев это обязательно атрибут на занятиях. Но уже потом ученики с легкостью смогут представлять их в уме и считать с закрытыми глазами. Представьте перед собой абакус, закройте все глазки. Давайте сделайте мне два, передвиньте две косточки. Какие вы косточки передвигаете? Нижние. Да, да, да. Два плюс один. И еще один нижний. Да, и сколько у вас получилось? Три. Да, молодцы. Полноценные занятия рассчитаны на два часа. Все это время учеников ждут не только обучение счету, но и тесты, игры и задания. Большая часть из них направлены на развитие двух полушарий мозга. Как отмечают преподаватели, у ментальной арифметики есть свои возрастные ограничения. То есть она очень хорошо доступна для деток, которым исполнилось 4 годика- до 14 лет. Знаем о том, что в Америке для людей более взрослого возраста это профилактика сколероза и болезни Альцгеймера. То есть взрослые тоже могут тренировать мозг. Но то, что мы заметили на практике своего центра, допустим, то, что может сделать ребенок в 10 лет, изучая эту ментальную арифметику, допустим, маме в 25, гораздо сложнее повторить то, что может делать ребенок. То есть все-таки есть ограничения. В таких странах, как Япония и Китай, такой метод давно внесен в обязательную школьную программу. За последние годы ментальная арифметика набирает все больше популярности в России. После первого пробного занятия ученики делились своими впечатлениями. На этом занятии мне было очень весело. Я узнала много всего. И еще я узнала, как можно очень-очень быстро считать и на абакусе, и в уме ментально. Я пришел с племянницей. И мне было интересно, как дети считают в уме. Складывают и считают огромные числа, очень быстро. И, ну, интересным процессом занятия мы попытались порисовать и левой, и правой рукой. Это действительно очень... Ну, я считаю, что это развивает, и это нужно. И детям, конечно, это будет очень полезно. Можно тут научиться писать двумя руками – левой и правой. Мне больше понравилось писать левой. Это очень трудно, ну, и весело. Ментально-арифметика – это одно из дополнительных занятий, которые будут проходить в детской библиотеке. Каждый ребенок здесь сможет найти что-то по душе. Клуб юных леди, где будут изучать этикет, поведение, разговорную речь. И будет у нас театральный кружок по субботам, также с утра, для детей от 8 лет. Будет артишок – это прикладное искусство. И также у нас будет студия «Дополненные реальности». Это вообще новинка. Ребята будут учиться создавать через мобильное приложение «Дополненную реальность». Более подробную информацию можно узнать по телефону или у сотрудников библиотеки. По адресу город Ликино-Дулёва, улица Коммунистическая, дом 28.